Компания Kia представила обновленный спортивный лифтбэк Stinger две недели назад. Однако тогда компания не поделилась технической информацией о модели. Но в Kia уточнили детали рестайлинга фазбэка Stinger. В частности, стали известны подробности о двигателях и оснащении. В числе наиболее заметных изменений в дизайне экстерьера модернизированная передняя и задняя оптика. Полоска, соединяющая фонари, стала светодиодной, а поворотники теперь состоят из десяти диодов и символизируют клетчатый гоночный флаг. Также дизайнеры переделали нижнюю часть заднего бампера, она теперь в большей степени сетчатая. Добавили диффузору еще два ребра и увеличили выпускные патрубки. Обновленный Stinger обзавелся 18 и 19-дюймовыми дисками нового дизайна. Также для него стали доступны два пакета внешности Dark Package и Black Package. Первый включает глянцевую окантовку сзади и насадки на патрубки выхлопной системы. Во второй вариант входят матово-черные диски размером 19 дюймов, черные корпуса наружных зеркал и спойлер. Опционально можно заказать декоративные вставки в салон из пластика под алюминий или карбон. На обновленных машинах будет доступна контрастная прострочка на передней и дверных панелях, амбиентная подсветка на 64 варианта свечение, а также новые цветовые решения обивки сидений. К прежней бежевой и красной коже добавятся коричневые и черные с обшивкой алыми нитками. Среди других изменений Stinger в салоне это увеличение экрана мультимедийной системы с 7 до 8 дюймов, появление опционального тачскрина на 10,25 дюйма и добавление в список оснащения двух вариантов приборной панели на 4,2 дюйма с цифровым кластером и полностью виртуальный Supervision. Кроме того, на некоторых рынках у Stinger появилась функция удаленного запуска двигателя, а также возможность предварительного прогрева и вентиляции сидений через фирменное приложение. Помимо легких изменений во внешности и добавления в список опций двух стайлинг-пакетов, обновленному Stinger пересмотрели моторную гамму, добавили новую 2,5-литровую турбочетверку, которая уже вошла в гамму некоторых новых моделей Kia, в том числе Optima. На лифтбеке этот агрегат развивает 304 л.с. и 422 Нм крутящего момента. Кроме того, в топовом трин-турбомоторе V6 на 3,3 литра применили новую систему изменения фаз газораспределения, благодаря чему отдача выросла на 3 л.с. до 373 л.с. Максимальный крутящий момент остался на прежнем уровне в 510 Нм. Но эта обновка не затрагивает рынок Европы и России, на которых мотор 3,3 литра останется без регулируемого клапана в выхлопе и с прежней отдачей. Базовый двухлитровый четырехцилиндровый турбоагрегат остался без изменений. Он развивает 254 л.с. и 353 Нм. Все двигатели работают вместе с восьмиступенчатой автоматической коробкой передач. Машины с двигателями 2,2,5 литра могут иметь задний и полный привод. 6-цилиндровые лифтбэки только полноприводные. Также новшествами для стингера стали функции предупреждения о приближении машины при открытой двери, система мониторинга слепых зон, шоссейный круиз-контроль и система, которая напомнит о детях или животных на заднем ряду. Автоматическое торможение на стингере теперь умеет реагировать на встречный транспорт при повороте на перекрестках. Запуск обновленного стингера в Южной Корее намечен на осень, а на других рынках машина появится к концу года. Как вам обновленный Kia Stinger? Пишите свое мнение в комментариях. А если вы еще не подписаны на канал, то обязательно подпишитесь, чтобы быть в курсе последних событий автоиндустрии.